Танцы электросаводской конструкции Танцы электросаводской конструкции Танцы электросаводской конструкции А мы идем пешком до Преображенки Идем на площадь Журавлева Где в прошлый раз закончили нашу эксплуатацию Вроде все детали на месте Архитраф на колонне стоит не полностью То есть заканчивается на центре Архитраф неправильный Сандрак не выделяет сам карнизов Вместе с карнизом И так дальше начинается Центральная и симметрия, да. Которая здесь существовала еще в конце... У Дедра был деревянный домик, а Мишка, как обычно, отличалась. И с учетом того, что здесь, где вот это большое здание заводской стоит, до 31-го года я уже сделал спектрю. То есть здесь применится в Санкт-Петербурге. Остарян. За то, что пошел в Санкт-Петербурге и так далее. Купичный двор. Купичный двор. Рядом. Сейчас здесь непонятно. Практически большой театр местного значения. Раньше был Дом культуры, сейчас здесь театр. Современник, как мы видим. Осипь Журавлева. Желтовский и Агеньков. Хотя изначально он построен в 1850 году. Ничего, блин. Промоцово, надо напоминать то, чего. Носово. Все таки нет. Носово. В этом районе полицейское. Организовали указ на пунктах. На пункте, который здесь протекал. Накопилось там. Вот. Очень быстро пришли в район. Так что... Сюда мы, в общем... Перепреселись. Для облоток. Промыкнуть Мострову. Подождите. Мы с вами в Киеве. А чего-то. А где-то. В Киеве. Сделай, например. Мы с вами сликнули. Товарищи-то проводники с детской площадкой? Могу... В tryin'то сликнут. Товарищи-то проводники. Что-то не так, там есть. То есть, глядя промышленность приводит. Так вот. Что-то самое. В то-что в том числе-то проводник. с перспективой на вырос, вот. И Иванов строит вот этот вот первый корпус. Он проектирует вообще всю ширину этого завода, но до революции не успевает. И вторая очередь строится в 1925-2012 годах, и, грубо говоря, генеральным директором Василия Васильевич Кондов, его старший СН. Но старший решил отойти от него на пенсию, и это казалось, что он не успевает стоить в мире американского района. Но Кекушев это Кекушев, поэтому получил широкий модель. Да, сюда можно попасть в экскурсию. Здесь довольно часто пробуют с разными организациями и литературное чтение, и еще что-то надо было как-то подойти. Здесь соседи, осторожнее, смотрели. Бетонный свод над терраской. Не бетонная, а бетонная арка. Летает. С지�款. Мыломаемât. И начнем. Новый корпус электрозавода. Работает здесь. Здесь остался домик смотрителя. Год постройки 1924. До сих пор еще эти пути периодически обслуживаются. Они идут из электрозавода через задворки Преображенки, через влево-завод и на окружные. Потом был пустой простенок и второй трехэтажный. Это Носовские рабочие казармы для рабочих сказкой фабрики. Соответственно, мужская казарма и женская казарма. Какая, чья не знаю, они абсолютно одинаковые партитуры. Это конец задания 19-го века. А в 37-м году, признав, что построены они капитально, над ними был расположен еще два этажа. И вот здесь есть. При этом почему-то сзади не стали. У меня есть фасады касаются. Но подключайся. Причем, подключайся. Как этот дом выглядит с лицевой сторожей? С другой стороны. Это тоже страна. Да. Просто перелетованная. А с той стороны, мы не стали только сделать новый фасад, а ставили как есть. Экономия при строительстве. Ну, поэтому два подъезда. У кого? Да. У этого подъезда. А в этой виде просто, да, мы строили. Вот смотри, вот с симметрией стоит, да? Ага. Девять окон. А потом, так сказать, для входа на второй этаж была достроена десятая ось, скорее всего, выделенная. Так что, возможно, это был когда-то дом в стиле классифизма. Что-то застраивалось, расширялись, что-то застраивалось. Нынешний хозяин построил такую мансардную навершию. Может быть оно когда-то будет похоже на середину XIX века. Вот это вот красное здание это бывшая полицейская часть, перенесенная из Веденского как бы более к центру района. А4 там кварт. Ну в общем да. НПО ЛИТ переехал отсюда в здание построенное в 70-е годы на Красно-Бегатырском. Такой типовой застройки Преображенского до 20-го века. Вся застройка Преображенского была примерно такая. То есть это страница пример застройки 19-го века. Дом довольно зажиточный. Потому что деревянные подпределы. Когда-то из этой страны тоже съедут такие вот наличники. Но они потом были заменены хоть на что-то. А вот теперь это все ранее. Болгороднее смотрится. Другой. Мы видим, что электрозавод достроили. И вот этот Квартальчик. Соответственно понадобилось в жизни, как и в жизни сейчас на то время. Архитектор Мотылек в 1930-м году заканчивает вот этот квартальчик. Там, если посмотреть, вон только красное здание. Оно тоже, так сказать, из этого же кварталов. Просто это... Поперекрасит, да. Это относит к конструктивизму уже. Хотя конструктивистки здесь, по сути, только подъезды. Еще один только сзади был, так сказать, по-моему, выселенный. В общем-то, ну, я не знаю, там, у нас все. Такой специфичный конструктивизм. Резина, сказка, фабрика Лерха. У Лерха здесь было несколько производств. В том числе он пытался производить ткань наподобие ткани от Макинтоша. То есть напылять резину на всевозможные основы. Самый легкий, у Макинтош, говорят, весил порядка 8 кг. Ну, никуда не промокаем ткани. Но, тем не менее, они были востребованы, да. Мне было тогда не было. Давайте перейдем на ту сторону. Потому что, сейчас, у них стоило, как дом филипусицизм. Он был построен в 1830 году. Потом неоднократно перестраивался. В 1930-х приобрел вот такой. Принадлежал ранее купцам Тихомировым. Вот эти шарики несимметричные. Ну, они когда-то были, очевидно, симметричные везде. Но потом, со временем, как лепнин отваливался, их просто замазывали напрямую. Вот, а это доходный дом того самого лека, который держал при нас в Казскую фабрику. Ну, вообще не было. Вот, ажектор у него построил, был бы, вот, поделал. И я верхом занимал, в городе, в городе, в городе. Но, сейчас, это инженера, того, что делал. Вот, и деревянный дом, купца Тихомирова. Ну, видимо, здесь практически не было. Устудова фабрика была, так сказать, ну, спустя от этой части, вот, наконец-то, здесь территория. Вот, сейчас бы меня уже... Конечно, это такой большой момент. Ну, да. Ну, а здесь-то, вроде, прибора, так сказать, очень странно всё это дело. Вот это здание здесь было. Абубная фабрика Вильгельмины Сабо. Абубная фабрика Вильгельмина 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 Сабо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok